всем привет я надеюсь что меня слышно я увлекся решением вчерашнего домашнего задания по linux и не подготовился к лекции вот поэтому сегодняшняя лекция будет экспромтом я надеюсь что она у меня получится и поэтому мы немножко оставляем тему почему собственно я забеспокоился когда в полдень пришел в себя потому что тема наследования и вообще работы с классами мета классами вот этого всего в питоне она не самая простая хотел бы вообще конечно к ней подготовиться прежде чем раз к а вот в регулярных выражениях я могу рассказывать даже проснувшись ночью даже в регулярных выражениях в питоне хотя они слегка более сложные поэтому у нас сегодня будет такая внезапная тема посвященная регулярным выражением значит мы с вами будем заниматься сегодня регулярным выражениями заодно это такая темка на которую можно задавать всяких 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 интересных задач ну или сложных ну в общем интерес начнем мы с понимания того что такое вообще регулярное выражение лежит это все в модуле ред вот модуль странненький в смысле того что в нем реализован довольно своеобразный диалект регулярного выражения похожий на 1 но не являющиеся первым но с другой стороны гораздо более мощный чем стандартное регулярное выражение муж может сказать что эти выражения которые резон и в питоне они они нерегулярные начнем с понимания что это такое регулярное выражение это механизм сопоставления шаблона реальной строки с целью а определить что в этой строке действительно находится под строка которая соответствует шаблону вы собственно найти эту под строку и показать ему таких механизмов сопоставления шаблона довольно много был бы у нас лекции не по питона по какому-нибудь линуксу я бы рассказал про механизм шаблонов для определения генерации имен файлов он более простой вот этого делать не буду скажу сразу что механизм для задания шаблонов в случае регулярного выражения более сложный и если вспоминать откуда вообще возникло слово регулярный в этом определение это следствие трудов нового хомского вот который разработал теорию формальных языков и там было такое понятие регулярной или автоматной грамматики это самый узкий класс из формализуемых языков формальных вот который ну нормальных да не вырожденных который распознается например конечным автоматом обычным определяется там какими-то параметрами и фактически регулярное выражение это другой способ записи того же самого распознавателя который можно превратить в конечный автомат поэтому эти грамматики называются иногда регулярными иногда автоматами но вот прижилось название регулярно ну давайте прямо и начнем значит я думаю что мы начнем прямо с метода find долл который довольно удобен в этом смысле смотрите рид точка фондон но чтобы мы искать будем искать асд вот в этом смысле метод файдол хорош потому что он нам прям показывает где он нашел вот он нашел 1сд вот он нашел 2сд вот он нашел 3сд вот что было понятно например если буду искать а а а то да то вот первый а а который он нашел дальше он начинает поиск с этого места вот с этого пардон это второй это третий это четвертый и больше их тут нету больше их тут нету чтобы было понятно что когда идет сопоставление шаблона регулярному выражению сопоставленность ну мы просматриваем строку по символе и в каком-то момент момента его эта строка подходит вы наверное уже догадались что в методе find all вот здесь вот стоит регулярное выражение и в данном случае она ничем не отличается от обычные строки вот потому что любая обычная строка является регулярным выражением вся фишка в регулярных выражениях в том что некоторые символы которые мы передаем в качестве строки имеют специальное значение например специальное значение имеет символ . давайте мы сделаем поменьше символ . обозначает любой один символ ровно значит вот в этой строчке содержится 6 любых одних символов ровно вот каждая каждая из этих из под строк единичной длины соответствует регулярному выражению более того если мы напишем вот так да мы пойдем получим вот такой обратите внимание на то что не вы обратите внимание я обращаю ваше мнение на то что регулярное выражение можно говорить об атомарном и об составном регулярном выражении вообще говоря атомарным регулярным выражением является одна буква или вот эта . это тоже атомарное регулярное выражение она сопоставляется одной под строке когда мы делаем составное регулярное выражение Мы должны взять два или несколько, или там возможно они еще какие-то вложенные, короче говоря, несколько регулярных выражений и выполнить подстановку для каждого. Эта подстановка подчиняется определенным правилам, о которых мы поговорим чуть позже, но чтобы было сразу понятно, атомарное регулярное выражение, это которое принимается один раз к чему-то, составное, которое нужно прежде чем применить, разделить на части, каждую часть применить. Вот это выражение было разделено на три части и было сказано под строка, которая матчится с А, потом под строка, которая матчится с С, а потом под строка, которая матчится с Д. Здесь было то же самое, под строка, которая матчится с любым символом и еще одна под строка, которая матчится с любым символом, поэтому А, С, Д, Ф, Н. Вот, ну и да, чтобы было понятно, когда мы дошли досюда, наш сканер дошел до этого места, остался один единственный символ в нашей строке, поэтому оно нигде, никуда не матчится. Помимо, значит, просто букв, есть произвольный символ. Бывают еще непроизвольные символы. Например, мы можем написать что-то типа a-f. Символы, заключенные в диапазон, в квадратные скобочки, являются диапазоном. Вот это все это, вот весь этот конструкция в квадратных скобочках соответствует одному символу. Из диапазона от a до f считается, что у буквы упорядочены. Кстати, давайте проверим, что там с русским языком. Нет, f это слишком далеко, g. Ну вот видите, с русским языком тоже все в порядке. Мы, по крайней мере, мы видим, что... А нет, вот буква ё, например, не выпала из этого порядка. А, б, г, е, е, ж, з, зараза. Обидно, что ё выпало из этого порядка. Ну ладно, выпало так выпало. Значит, надо посмотреть, в каком порядке они идут. Возможно, это по правилам русского языка. Так, в смысле, по ГОСТу так, надо посмотреть. Вот. Ну вот с буквой ё. Интересно, интересно. Вот. Давайте, кстати, посмотрим. В чем проблема? Может быть, они просто... Орд, ё, тысяча пять, е, да, похоже, что они просто проверяют орд. Они не, значит, не определяют алфавитную, алфавитный порядок. Видите, буква ё гораздо больше, чем у е. А должен быть, ну, понятно. Ну, хорошо, значит, значит, это диапазон, на самом деле, юникодных значений кодировка, ну, скажем так, юникодных номеров в представлении питона, юникодия, наших букв. Поэтому мы можем вместо этого написать, написать что-то типа вот так вот. B, слэш, V. Только надо вот здесь поставить модификатор R. О, теперь все любые буквы, которые являются буквами, будут распознаны как буквы, а любые символы, которые не являются буквами, будут распознаны как символы. Нет, смотрите. Да, значит, не так. А как? Сейчас давайте посмотрим. Тут должна быть список ворды. А я хочу, чтобы это был класс вековаятность. У нас нету альфабетик. Альфанумерик. Нету. К сожалению, нету. Ну, ладно. То есть, чтобы только буквы, да? Есть бэкслэш V, который тут мне подсказывает. Вы, Владислав, перепутали слэш и бэкслэш. Вот. Но, к сожалению, бэкслэш V это альфанумерик. Это не только альфа. Ну, видимо, придется пользоваться чем-то еще. Хотя, конечно, это странное недопущение. Надо все-таки почитать. Я бы на их месте все-таки ввел. Просто альфа. Ну, ладно. С буквой Ё проблемы. Фиг с ним. Видимо, это классика. Кстати, нет. Давайте тогда уж, раз пошла такая пьянка, проверим. Да. Буква Ё не входит в диапазон от А до Я. Обидно. Бог с ним. Значит, обратите внимание на вот такую конструкцию. Я, возможно, об этом не говорил на лекциях. А может и говорил, кстати. Это так называемый role-модификатор. Если мы пишем вот так вот, да, то мы получаем перевод строки. Или скажем вот так вот. Да. Или даже вот так вот. Обратите внимание, куда пропала буква Б. Дело в том, что бэкслэш Б это бэкспейс. Соответственно, был выведен бэкспейс. На месте буквы Б нарисовалась буква С. Вот. Значит, да. Тогда мы пишем вот так вот. Мы получаем бэкслэш. Управляющим символом является для питона. Поскольку для регулярного выражения бэкслэш тоже является управляющим символом, возникает конфликт. Кто первый этот бэкслэш интерпретирует. Поэтому принято регулярное выражение огораживать, когда мы пишем регулярное выражение, огораживаем их модификатором R, который будет означать в питоне, что строка, которую мы сейчас набираем, в ней бэкслэш ничего не значит. Пожалуйста, передай это туда дальше. А уж регулярное выражение само разберется. Ну, так вот, регулярное выражение разобралось. Мы увидим, что буква Й слегка не входит в диапазон, потому что ее кодировка существенно, она за пределами находится. Ну, печаль, что скажешь. Тем не менее, буква Й, разумеется, является альфа-нумерик, альфа-дноцифровым символом. Вот она. И с точки зрения питона, кстати сказать, поскольку она является альфа-нумерик, она является нормальным именем переменной, нормальным идентификатором. Так что вот. Ну да ладно. Мы говорим о том, какие бывают атомарные регулярные выражения. Диапазон. Отрицание диапазона. Вот тут должна буква Й выехать. Ну-ка, давайте проверим. И точно. Вот, потому что ее юникодный номер больше, чем юникодный номер у буквы Й. Ну и понятно, если мы туда вставим какие-то другие символы, они тоже все вылезут. Значит, отрицание диапазона. Это любой один символ, который не входит в данный диапазон. Мы только что подглядели, есть спецсимволы, в том числе, которые нам тут подсказывают в чатике. Их довольно много. Из них некоторые относятся к позиционированию. Я про это еще расскажу. А некоторые действительно являются таким заменой такого вот длинной конструкции. Например, бэкслэш В означает альфа-нумерик, то бишь алфавитно-цифровой символ. Точнее даже сказать алфавитно-цифровые подчеркивания. То есть то, из чего могут состоять питомские идентификаторы. А бэкслэш В большое означает обратное отрицание этого алфавитно-цифрового диапазона. Бэкслэш С означает пробельный символ. А с буквой Й я уже несколько раз говорил, да, звук в Й не так, что она выходит за диапазон от А до Я. У нее, к сожалению, ее уникодная кодировка 11.05. Для того, чтобы такие диапазоны работали по-человечески, нужна дополнительная таблица перекодировки, которая питомскими регексовыми не поддерживается. И я боюсь, что многими не поддерживается. То есть питон знает, вернее не питон, а этот самый локаль текущая знает, что это буква, и поэтому бэкслэш В ее матчат. Но когда мы указываем диапазон от А до Я, внезапно выясняется, что, вот смотрите, внезапно выясняется, что диапазон, что орд от А это 1072, орд от Я это 1103, а орд от Ё 1105. Упс. кстати, интересно, что будет понятно, это даже не видно, что такое, это ЕС здесь другой диаптик. Вот. Вот такие дела. То есть мы знаем, что это буква русского алфавита, но мы не знаем, что она, мы не знаем, что она. Андрей, ни малейшего понятия не имею, правда состоит в том, что ни в каких ходировках ее в этом месте не стоит. Вот. Увы, ах. Я думаю, что да, 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 и поэтому тоже. Вот. Давайте эту тему оставим, потому что иначе мы ничего хорошего не пройдем. Значит, спасибо Владиславу, который явно и знает толк в регулярных выражениях, потому что он мне подсказывает, что в принципе я могу, например, вот так сделать, то есть добавить в этот в этот диапазон еще немножко насыпать туда символов, да, видите, буква Ф тоже приехала, насыпать туда еще немножко символов, после чего такое множество будет распознаваться и вот, пожалуйста, оно даже заработает. И это тоже атомарное регулярное выражение. И вот всякий бэкслэш-эс это значит любой пробельный символ. Пробельный символ это пробел, табуляция, перевод строки, перевод формата, возврат каретки и так называемая вертикальная табуляция. Вот их как раз пять штук, шесть, шесть штук. Вот. Из них мы знаем только пробелы, перевод строки, но может быть возврат каретки еще знаем. Другие бэкслэши, по-моему, да, бэкслэш-д, соответственно, дигит от 0 до 9, бэкслэш-д большое, отрицание дигита, не цифра. Вот. Остальные, по-моему, позиционные. Значит, про позиционные чуть позже поговорим. Вот. Собственно, мне кажется, что атомарные регулярные выражения перечислил все диапазоны, спецдиапазоны с помощью бэкслэша, точечка и просто буква. Ну, или просто символ, точнее, любой, не являющийся специальным, не являющийся бэкслэшом, точечка, звездочек и так далее. Главная фишка регулярного выражения состоит в том, что помимо диапазонов, помимо атомарных регулярных выражений, и к этим атомарным регулярным выражениям можно применять модификаторы, повторители так называемые. Вот повторители, это, собственно, самая главная, как бы, изюминка в языке регулярных выражений. Вот. И она-то и обеспечивает достаточно мощный инструмент. Вот. Выглядит это примерно так. Значит, повторитель, поставленный возле регулярного выражения, вот давайте сделаем так, повторитель, поставленный возле регулярного выражения, матчет данное регулярное выражение, ох, сейчас будет, сейчас будет нехорошо. Давайте не так сделаем, давайте вот так сделаем. Вот. Матчет данное регулярное выражение ноль или более раз. Соответственно, вот это составное регулярное выражение, матчет любую подстроку, в которой есть джей, йод, в которой есть буква йод, и буква а, повторенная ноль или более раз. Вот это, вот это, вот это, вот она, и вот это. мы даже можем написать что-то более крутое, типа вот такого, и жи, вот она нам поймала еще и а, вот это, да, обратите внимание на то, что повторитель звездочка, это такой довольно опасный повторитель, который может матчиться ноль раз. Поэтому, если я сейчас применю вот такую операцию к нашей строке, мы увидим нечто невообразимое. Мы увидим, что это регулярное выражение, а звездочка, матчется во всех позициях нашей строки. Ну, точнее, не так. Оно матчется в нулевой позиции, потому что есть а, в первой, потому что здесь есть пустая строка, во второй, потому что есть пустая строка, в третьей, в четвертой, в пятой, в шестой, в седьмой, в восьмой, потому что тут есть строка из трех А, в десятой, потому что тут есть пустая строка, ну и так дальше. Видите, что нам сказал Findle? Везде он нашел эти самые строки, которые матчат а звездочка, потому что а звездочка может матчить с пустой строкой. И это надо всегда иметь в виду, когда вы пишете регулярное выражение, что звездочка, в том числе, включает пустой элемент. Вот. То есть, если мы напишем даже что-то очень сложное, даже если напишем что-то очень сложное, но такое составное регулярное выражение, в состав которого будет входить, будут входить только атомарное регулярное выражение, обмазанное звездочками, то даже это сложное регулярное выражение будет отлично мачить пустую строку. Кстати сказать, хочу заметить, что повторитель применяется к атомарному регулярному выражению. Ну вот так, как показано здесь. То есть, когда мы написали джа звездочка, это не означает джа повторенное много раз, это означает а повторенное много раз. Когда написали кн звездочка, давайте мы отдельно его вытащим отсюда, КБН написали кн звездочка, это будет означать, что любые из символов из диапазона от к до н повторены ноль или более раз. Ну, например, строчка кн мачит вот такое регулярное выражение. То есть, если вдруг кто подумал не так, если вдруг подумал, что конкретный символ может быть повторен много раз, нет, мач происходит по-другому, значит, в данном случае повторитель означает следующее. Некоторые подстрока, каждый символ из которого, который мачит вот это вот атомарно-регулярное выражение, а подстрока длиной от нуля до бесконечности. Вот, например, вот такая. И это что касается повторителя звездочка. Это повторитель звездочка. Есть еще повторитель, по-моему, вопросительный знак, который означает ноль или один раз. Давайте проверим это. A, B, C, да, и тут сделаем что-то типа A, B, C, A, C, A, B, B, C, ну, вот. Значит, обратите внимание, да, значит, это тоже повторитель. Он говорит о том, что предыдущее атомарно-регулярное выражение может быть повторено ноль раз или один, но не больше. Вообще говоря, повторитель не является, повторитель вопросительный знак не является, не входит в стандартный набор обычных регулярных выражений, но он не выводит за класс регулярных выражений, то есть в расширенных регулярных выражениях он присутствует. Он просто упрощает нашу действительность. Так бы мы искали сначала А, C, а потом еще А, B, C, вот и все. А тут, видите, мы применили повторитель. Поскольку он конечный, в отличие от звездочки, которая от нуля до бесконечности, да, то он ничего, ни на что не влияет, кроме удобства использования его в, значит, нашем, нашем деле поиска сопоставлений шаблонов. Ну, раз уж зашла речь о том, к чему приделываются о том, к чему приделываются у нас повторители, некоторую составное регулярное выражение можно сделать атомарным, если поставить его в скобочки. Вот такая конструкция будет обозначать буквально следующее. Строчка, которая матчит А, B, повторенная 0 или 1 раз, за которой следует строчка, строчка, которая матчит C. А, черт. Ща. Да, еще есть повторитель плюс. Спасибо большое, Владислав. Явно чувствуется, что вы в теме. Сейчас мы про него поговорим. Я вот про это самое, про скобки хочу сказать. Обратите внимание, что произошел какой-то, какая-то неприятность. Где цета от этого регулярного выражения? К сожалению, таково свойство питоновской функции фандул, которое, и такое свойство движка регулярных выражений, исторически сложившееся. Это исторически сложившееся свойство говорит вот о чем. что когда вы используете группировку в виде круглых скобочек, вот что я сделаю. Извините, я начну с конца, а потом приду к началу. Да что ж такое-то? Тоже нет. Секунду. О, давайте мы воспользуемся не фандулом, а сплитом. Вот, вернем обратно. Re.Split. Во-первых, давайте я воспользуюсь советом Владислава и вот здесь вот напишу плюсик. Вот. Плюсик это такой повторитель более безопасный, чем звездочка, который повторяет предыдущее атомарное регулярное выражение один или более раз, что в общем, конечно, гораздо более вот, гораздо более приятная вещь, чем получать вот такие полотенца в качестве ответа. Да, вот такие. Где они тут у нас были? Вот такие. Вот. Да? Значит, теперь, значит, относительно скобочек. Скобочки выполняют две функции одновременно в движке регулярных выражений и это сбивает с толку. Я-то понимаю, что происходит, объяснить пока просто не могу. Первая функция это группировка. Например, мы можем подставить, давайте я сделаю по-другому. Я напишу вот так вот. Допустим, kl плюс и посмотрим, что получится. тоже плохая идея. Да что ж такое-то? Вуу. Да, плохая идея. Да что, как бы это правильно сделать? А может быть, вот так вот? О! Вот. К сожалению, придется начать с конца, извините. Вот. Ну, вот так, по крайней мере, работает. Вот. Обратите внимание, что, да, при этом, если у нас будут конструкции типа там LK, L, LKKK, вот, значит, что оно нашло? Оно нашло вот это. Оно нашло вот это, вот это. И еще где-то одно KL, которое я пропустил глазками, потому что глазками неудобно. Вот. Да, а вот вывод это, естественно, да, и вот это вот. То есть, атомарное регулярное выражение, взятое в скобки, которое мачит строчку KL, повторенную один или более раз. Вот вся вот эта вот конструкция мачит такое дело. Обратите внимание на то, что мне пришлось скобку модифицировать вот такой фигней. Почему я это сделал? Это как раз то, что я уже дважды пытался рассказывать, но как бы всякий раз себя перебивал. Скобки в классическом движке регулярных выражений играют две роли. Первая это роль группирования, то есть, когда модификатор вот такой начинает относиться сразу к к тому, что стоит внутри скобок, соответственно, строчки типа L, K, K, вот такие вот, они не подходят сюда. Нам нужно было бы K, за ним L, и это повторено много раз. Вот. А вторая роль, это так называемые карманы, то есть, слоты для запоминания. Они нужны для поиска замены, об этом мы еще поговорим. Значит, слоты для запоминания нумеруются подряд, это чуть потом. Главное, что, когда вы используете вот такую конструкцию, Find считает, что вы ищете не все, а только то, что находится в соответствующем слоте. То есть, если я напишу вот так, нет, давайте простую напишу конструкцию. Find all, A, B, C. Давайте даже не так сделаем, давайте, чтобы было понятно, где оно это нашло, вот так сделаем. A3B, A4B, C, A, B, C, и A100500B, C. Обратите внимание, что вот всему этому регулярному выражению соответствует только вот эта конструкция. Но Find all вынул из этой конструкции то, что находилось в первых скобках и показал нам только ее. Для того, чтобы получилось не так, надо, например, взять еще одни скобки. Смотрите, у нас есть два кармана. Мы описали два слота для запоминания регулярного выражения. Малый и большой. Большой был первым, потому что открывающая скобка первая стояла, малый был вторым. Соответственно, вот этот матч запомнился вот сюда, а этот матч запомнился вот сюда. Для того, чтобы разделить эти две функции, мы можем использовать такие скобки, которые не считаются слотом для запоминания. эти скобки начинаются вот такой фигней. Вот если, собственно, я ради нее все и придумал. Значит, если мы написали вот так вот, то все хорошо. Значит, вот эти скобки не являются карманом, они являются только группирующими. соответственно, даже если мы напишем вот здесь вот, вот она, да? Значит, вот эта последовательность, повторенная один или более раз, в конце которой стоит c, и поскольку у нас ни одного кармана не было здесь, find нам выдал всю строчку. Как только у нас появляются запоминающие карманы в find, то он нам выдает содержимое карманов. Так устроен find. Само регулярное выражение, разумеется, устроено не так, но вот find устроен так. Соответственно, если наша задача сделать только матч какой-нибудь, да? Точка матч. То там все будет хорошо. Чего? А, все еще. Все еще. Вот. За исключением того, что то, что нам вернется, это, в общем, не такая простая штука, как делает find.dull. Вот. Специальный мочок, в котором будет список групп, если там более хитрые конструкции, то он будет более хитрый. Ну, в общем, читайте документацию, и вам откроется. О, смотрите, вот как это устроено. Значит, в матч-объекте есть групп, в этой группе все, что было замачено. И в матч-объекте есть групп, в этой группе, в этом месте это вот те карманы, которые у нас были запомнены. Во. Такая вот картина. Значит, давайте попробуем тут. О. Ну. Давайте тогда так. Во. Давайте попробуем более сложную конструкцию. О. Что я сделал не так? А. А. Господи, он первый нашел, естественно. Вот, он нашел только первую. Он нашел только первую. Это find all находит все, а этот нашел только первую. Ну вот, find all, поскольку он ищет все вхождения, ему надо выбирать, что показывать. Search, значит, нас ищет только первое вхождение, и у него все четко. Group выдает, что он нашел, groups выдает все, что мы там нагараживали скобочками. Вот, например, если я еще вот это огражу скобочкой, получится вот такая картина. Это первая группа, это вторая группа. Если я еще все вместе огражу скобочкой, получится такая картина. Это первая группа, потому что первая скобочка начинается здесь, заканчивается здесь. Это вторая, это третья. Ну вот, возможно, мне не стоило использовать find all, надо было использовать сразу черт, но мы видели, что вы видели, что find all вот в каком смысле проще для своей. Да, у Search еще нужно вспомнить, где лежат его, вот эта вот замаченная группа, и где лежат все кармашки, которые он подобрал в процессе, в процессе парсинга. Мы с вами, на самом деле, не доразобрали еще структуру регулярного выражения, потому что, помимо, значит, атомарных регулярных выражений модификаторов и операций группировки, которые мы тут видели, есть еще, а, во-первых, есть еще модификатор, раз пошла такая пьянка, есть еще модификатор не строгого размера, сейчас покажу. Давайте вернемся к нашему find all, значит, допустим, какой-нибудь, не знаю, о, цифра, пускай будет цифра, в xlhd цифра, повторенная от 3 до 5 раз. Да? О! Видите? Значит, вот этот модификатор определяет точное число повторений, ну, вот этот не точное число повторений, не более 5 раз. Обратите внимание, 0 попал в этот список, поэтому у нас много матчей. Поставим 1. Вот. А вот этот модификатор определяет тоже не точное число повторений, 5 и более раз. Ну, вот, примерно такая более универсальная конструкция, чем звездочка, попросить не знаю. Так вот, помимо модификаторов атомарных регулярных выражений, в регулярном выражении есть еще позиционные метки, которые говорят, что наше регулярное выражение должно быть замачено в определенном месте. Ну, самые классические метки это начало-конец строки. Давайте покажем. Значит, а find all, допустим, ну, что хотим, а плюс, да, в строчке или давайте не а плюс, а что-нибудь типа ну, хотя бы сказать так будет. Понятно, нашел все а. если мы сейчас напишем давайте только не а плюс, хотя бы без разницы, если мы сейчас напишем метку начало строки, вот такую, у нас будет найдено только одно регулярное выражение, которое, собственно, в начале строки лежит. то давайте проверим, что это именно оно. А точка. АС. Правда, у нас много разных АС, но понятное дело, что вы мне поверите, когда я скажу, что что это именно оно. Абсолютно такая же картина, если мы ищем строчку в конце строки, надо поставить доллар, и позиция, позиция того места, где матчится само регулярное выражение, будет прибита к концу строки. Обратите внимание, что этот символ не соответствует никакому символу конкретному, и этот тоже, а исключительно позиция того места, где мы матчим. Позиционные метки. В питоне есть еще удобные позиционные метки, которые, я подозреваю, нас слегка выкидывают из области регулярных выражений. Сейчас я их найду. Позиционные метки. Вот они. Значит, начало строки, это в этом случае есть и мультилейн, это не важно. Вот. Позиционная метка B обозначает границы слова, word boundaries, позиционная метка B наоборот, середину слова. Ну, давайте это посмотрим. Это довольно забавно выглядит. Сейчас. потому что это все находится, да? Смотрите, у нас нигде А точка не стояла в... А почему он не в начале слова, извините? Мне непонятно, почему она не нашла, не нашла А точку вот здесь. Могла бы найти. А, я что, я идиот. Я идиот. Я забыл букву Р. Ну, все хорошо. Все хорошо. Не обращайте внимания. Это я, это я ступил. Да. Так вот, пожалуйста, значит, beginning of the word наступил с буквой А один раз в этой строчке, а вот сейчас он наступит два раза. Вот. К сожалению, помочить... А, хотя нет, наверное, можем. Ну-ка, давайте попробуем. Нет, не можем. Помочить B в конце строки мы, конечно, не можем. Можем. Ну, в общем, да. Мы можем еще помочить конец слова. Но таких нету, потому что он должен быть должен быть что-то типа вот такого. Вот тогда он матчится. Видите? Начало слова, конец слова. То есть вот это конкретное место, вот где у меня курсор сейчас. И вот это конкретное место. Это что касается B. Вот. Да, Андрей, в перле очень похожие регулярные выражения. Если вы более-менее знаете перл, то, как бы, возможно, вам даже туда, не сюда, хотя, хотя, да. То есть языки регулярного выражения, язык регулярных выражений в питоне делался по образцу перл, это точно. Окей. Beginning end of the world не путем word, а не world, естественно, end of the world договорился уже. Значит, на границе слова и еще там какая-то позиция backslash a и backslash g на границе строки, но это в том случае, если у вас многострочное регулярное выражение. Это проект мы чуть поняли. Вот. Позиционные метки. Вообще говоря, вот такая конструкция, вот описанная мной вот сейчас, да, определяет довольно мощный язык задания шаблонов, который позволяет решить очень много задач, ну, прям вот из real life взятых, да, ну, вот смотрите. Чего бы такое, что бы такое тут поматчить такое интересное. Тут я, в общем, ничего интересного не вижу, но, в общем, да, есть и такое, Алексей, есть и такое, но это, об этом я чуть позже расскажу. Ну, допустим, у нас есть некий текст, в котором встречаются, встречаются вещественные числа, ну, что-то типа, да, там, вот, давайте еще, еще одна чиселка сюда впишем, о, как выговорить из этого числа, из этого текста все вещественные числа, но, очевидно, мы можем, давайте мы еще туда вставим не вещественные числа, на что-нибудь типа, очевидно, значит, find all, refind all, давайте сейчас напишем примитивнейшее регулярное выражение, в котором мы напишем, что это просто, просто, либо цифра, десятичная, либо точка, обычная точка, обратите внимание, что внутри квадратных скобочек точка теряет свой сакральный смысл, и посмотрим, что оно нам нашло, оно нам нашло много из того, что мы хотели, но не все, во-первых, оно нашло вот такие вот числа, это означает, что мы неправильно сказали, что в нашем вещественном числе точка может встречаться много раз, она может встречаться только один раз, значит, видимо, нам нужно искать вот такое, в nd, bxd+, ну, или вот так вот, точка, обратите внимание, я точку забрал в квадратные скобки, чтобы ее, чтобы это была именно точка, мы могли еще вот так вот сказать, на самом деле, можно вот так вот сказать, это тоже просто точка, ну вот, стало лучше, за исключением той фишки, что у нас минус не влез туда, ну, значит, надо еще поставить минус, ой, тогда у нас пропало другое число, 34678 пропало, значит, минус может повторяться ноль или более раз, шикарно, единственное теперь, с чем мы должны побороться, это вот с этим, можем бороться, можем не бороться, но, наверное, стоит побороться, мы должны сказать, что наше число должно быть в конце слова и в начале слова, что-то типа вот такого, бэкслэш, 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 так, что у нас сейчас не заработает, у нас сейчас не заработает ситуация вот такая, пока тут было пишем, 3,3, да? Да, 3,3 нашелся, значит, здесь надо где-то поставить вот такую фигню, но, к сожалению, это тоже неправда, да что ж ты будешь делать? О! Ну только вот так вот, ес! Нет, не ес. Понятно, что я хочу сделать, я хочу, чтобы вот это не считалось числом, потому что перед ним стоит буква, а не, 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 не слово, а не знаю, кстати. И вот тут, собственно, мы подъезжаем к тому, о чем говорил Алексей. Смотрите, если мы считаем, что в нашем, в нашем этом самом, ну здесь как раз все просто сделать, да? Здесь мы можем, сейчас, в этом контексте эту задачу решить легко, да? Надо просто сказать, что, что вот здесь не буква стоит. Ну, кстати, нет, надо read behind делать. А, что? Да, то, о чем, на что нам намекал Алексей, что, когда мы используем регулярные выражения, чем уже контекст, тем проще нам нарисовать регулярные выражения, которые что-то матчуют. то есть, если мы себе примерно представляем, что может встречаться в том тексте, в котором мы ищем наше регулярное выражение, а что не может, мы довольно аккуратно можем описать на языке регулярных выражений, не вполне напрягаясь, что это такое. как только возрастает универсальность того контекста, с которым мы работаем, так сразу язык регулярных выражений становится все менее и менее гибким, потому что с контекстом он работать не умеет. Помните, если кто помнит классификацию грамматик по-хомскому, значит, regular, context-free, context-dependent, то есть контекстно-зависимые грамматики это еще более широкий класс, чем контекстно-независимые, а мы с вами работаем только с регулярными. То есть, вот такую фигню по-хорошему одними только позиционными маркерами мы даже не можем отличить. Что бы мы хотели? Мы бы хотели ввести понятие контекста. Напоминаю, что я вот здесь использовал незапоминающую группировку. Это группировка, которая позволяет не сохранять в карман и find all у нас по-человечески работает, иначе нам пришлось бы пользоваться матчем, все, чем вот этим всем. Что бы мы хотели? Мы бы хотели сказать, что ребята, я хочу определять число, но только в том случае, если перед ним непосредственном близости не стоит буквы, или даже, наверное, стоит только пробел. То есть, по-хорошему, мы должны были, могли бы написать сюда вот такую штуку. У этой штуки есть два недостатка. Первый недостаток пробел замачился, а нам не нужно его запоминать. Ну, окей, мы, наверное, могли сделать вот так. Второй недостаток. Мы сейчас с ним не сталкиваемся, но это довольно важный недостаток. Состоит в том, что когда мы разбирали строчку, мы сожрали этот пробел. Предположим, мы хотим, давайте сейчас временно забудем про числа, мы хотим замачить все регулярные выражения, состоящие с буквы B, которые идут перед буквами A. Нет, сейчас не так. Чтобы можно было сдвинуть все символы, которые идут после буквы A. обратите внимание, что ответ у нас вовсе не такой. Это не все символы, которые идут после букв A, а это все пары символов, начинающиеся на A. когда мы говорим все символы, которые идут после, мы на самом деле обращаемся к контексту, а регулярные выражения в контексте не умеют совсем. Обычные регулярные выражения не умеют, а вот перловые и питоновские и еще некоторые другие, так называемые перл-регекс им подобные по ЦРЕ. Для этого используются конструкции, которые называются в луках это lookbehind, которые как раз то и значит, вот они, как раз то и значит, что мы мальчим регулярные выражения, но перед этим описываем контекст, который должен быть перед ним или после него. Постив lookbehind, вот. Значит, вот эта конструкция нам сейчас поможет. Давайте попробуем. меньшее равно yes. Что сейчас произошло? Мы матчем вот это регулярное выражение, то бишь отдельный символ. f a f ну смотри, вот это а, вот это я нажимал. f А и С Мы матчим один символ Но это не все символы из нашей строки А только такие, перед которыми Задним числом проверяем А стоит перед ними вот такое регулярное выражение Или не стоит Вот это называется Предпросмотр Постпросмотр Мы матчим выражение только в том случае Если перед ним что-то такое стоит Кстати, есть еще негативный постпросмотр Когда мы говорим, что не равно Это все символы, перед которыми не стоит А Ну первое Д, С Первое А Ну и короче все, кроме вот там двойного А А нет, вот еще вот это Вот это С не годится Вот это Ф не годится Вот оно и не вывезет Это у нас постпросмотр Есть еще предпросмотр Заматчим в данное регулярное выражение Но с условием, что после него что-то стоит Почему это нужно? Потому что мы не хотим сжирать Мы хотим потом помачить и то, что стоит после него Ну давайте попробуем Значит, в той же конструкции Все символы После которых стоит А Не работает Что мы должны сказать? Мы должны сказать все символы А дальше Look behind Это все символы, после которых стоит А Обратите внимание, что Вот это А, которое заматчилось тут Оно не съелось парсером И мы сначала проверили Д, потом С, потом А Хотя оно тут вроде как заматчилось Вот И вот, например, в этом случае мы оба А вывели После этого С стоит А И после этого А стоит А То есть реально парсер шел по одному символу А вот эту вот фигню он применял Для проверки контекста Вот такие конструкции Выводят нас за пределы Собственно регулярных выражений Вот Именно потому, что они задают контекст Мне тут пришла в голову какая-то мысль Пока я говорил Я про нее забыл Пока говорил Это плохо Да, я вспомнил Я Не рассказал вам на самом деле Одно из главных правил Матчинга Составных регулярных выражений С повторителями Вот А уже начал рассказывать Про нерегулярные выражения Я не прав Давайте Я, конечно, сейчас не готов Последовательно разбирать Да? Ну, может быть, попробуем Время нас позволяет У нас еще полчаса есть Попробуем сделать вот что 25 минут Давайте мы Составим некоторую строчку И некоторое регулярное выражение Ну, скажем А, ну, все очень просто Сначала регулярное выражение Значит, риа.матч Фандол Фандол Здесь у нас будет От А до Ж Плюс А здесь будет От С до К Плюс Вот такую Такое составное регулярное выражение Которое состоит из Последовательности символов От А до Ж За которые Стоит последовательность символов От С до К Мы поищем сейчас В нашей строке Ну, а в нашей строке Будет написано Что-то типа такое А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Ж, Х И Ж, К, Л, М, Н, О, П Все вроде бы хорошо Да? Мы Все, что надо нашли Все, все, все чики-пуки Да? Значит Внимание, вопрос В этой строчке Какая часть Соответствует Первому Регулярному выражению Атоматному А какая второму Фиг знает Это неправильный ответ Правильный ответ я знаю Потому что Есть четкое правило Которое позволяет Это сделать Вот мы обмазали Группами Все Наши выражения Целиком И каждую группу В отдельности И Вуаля Все сразу видно Итак Вся строчка Матчится у нас Первым Кармашком Вот она Второй кармашек Который начинается Отсюда Оказывается Заматчил у нас АБЦДЕФЖ И третий кармашек У нас Заматчил От ХЖИК Это иллюстрирует Правило По которому Матчатся Составные регулярные выражения Это правило Очень простое Самый первый Самый длинный Повторители Обычных Регулярных Регулярных выражений Так называемые Жадные То есть То регулярное выражение Которое нам Заматчится В результате Будет устроено Так Что Самый Из всех Возможных Вариантов Матчинга Будет выбран Такой Где Первое регулярное выражение Самое длинное Потому что Самое первое А следующее Покороче Если бы у нас Была еще одна Там конструкция Она бы была еще Ну как бы Она бы по остаточному Принципу выбиралась То есть Алгоритм матчинга Регулярного выражения В общем Простой Мы берем Наше регулярное выражение Автомарное Матчим На весь Значит Пытаемся его Поматчить здесь Не матчится Здесь Не матчится Здесь Не матчится Здесь Матчится Что мы матчим От А до Ж Заматчили Теперь Пытаемся Заматчить Отсюда То что Стоит здесь От Х До К Заматчили Дальше мы До К Дальше мы Что-то разбираемся Вот Значит Есть ситуации При которых Сейчас покажу Есть ситуации При которых Нам приходится Так называемый Бэктрекинг делать Вот например Смотрите Как Как парсилось Вот это Регулярное выражение Пытались Попарсить Заматчить его От З Не получилось От А От А Вроде как Получилось Мы взяли Первую регулярку Вот эту И заматчили На всю длину Возможную Самый левый Самый длинный Теперь попытались Заматчить Вторую регулярку Нам нужен Один символ Диапазона С до К А тут З стоит Не можем Что это означает Это означает Что Такое Длинное Вариант Который Мы Для Первого регулярного Выражения Придумали Не пригоден Тогда Мы возьмем На единичку Меньше Заматчим Его Это будет Самый длинный Из оставшихся Вариентов И попробуем Поматчить Ж Вот этим регулярным Выражением Получилось Это и есть Наш ответ Если бы Мы например Здесь написали Что-то типа Вот такого То Вся Вся Вот эта процедура Она бы Продолжалась И дальше Мы Значит Поматчили бы Все Вот это Потом Попытались Поматчить Вот это Не получилось Бы Потом На единичку Меньше Потом еще Меньше И только вот в этом случае Когда АБЦД у нас матчат Первое регулярное выражение Составное А ЕФГ Второе Потому что Единственный вариант Когда оно матчится Первый попавшийся Здесь Это и стало бы Нашим ответом Потому что Такой способ С бэктрекингом Нам гарантирует Что мы Значит Действительно Найдем результат Который Самый левый Самый длинный У регулярных выражений Без Ссылок На уже найденные элементы Например Там где не используют Поиск замены Есть другой алгоритм Без бэктрекинга Который называется Паттерн Дривен Рекомендую всем Заглянуть в книжку Которая называется Мри Да ладно Не мил Среди туит А мастинг Ремастинг Реддл экспрессион Вы че ребята Вот Большая толстая книга Про регулярные выражения Ее первое издание Было Прославлено тем Что Фридл написал Одно регулярное выражение Для матчинга Произвольного адреса Протокола СМТП 866 РФЦ Надо понимать Что Там же Встречаются Самые разные Спецификаторы Там Юзинета Что-то Короче говоря Это было регулярное Выражение на перле Занимающее 16 Страниц Из следующих изданий Оно было почему-то Выброшено Непонятно почему Видимо Ну непонятно Почему Вот Значит Всем рекомендую Книжку Фридла Мастеринг Мастеринг Regular Expression Вот А сам я возвращаюсь К тексту А зачем я про нее вспомнил Там хорошо описан Метод разбора Стринг-бейзит И метод разбора Паттерн-бейзинг Один из них делается Скажем так С помощью Недетерминированного Конечного автомата Потому что мы Каждый раз Выбираем Произвольное решение Из многих А потом возвращаемся На другое Потому что автомат Недетерминирован Там есть несколько Вариантов пути А второе Которое паттерн-бейзит Там строится Детерминированный Конечный автомат И он работает Существенно быстрее Но он не умеет Обрабатывать Разные Нерегулярные штуки В частности Он не умеет Обрабатывать Бэк-референсы Что такое Бэк-референс? Про жадный Повторитель Я еще расскажу Что такое Бэк-референс? Вы можете сказать Так Ну что-то типа А, Z Плюс Берем в скобочки А дальше говорим Точка Бэк-слэш 1 Только R в начале R в начале И возьмем это все В скобочки Чтобы Нам все это Дыдыш А, бэк-слэш 2, конечно Я тормоз Так Чего я сделал не так? Смотрите Мое мнение Что Ну, может быть Я не прав Я отвечаю Алексею на его вопрос Читать что-то По регулярным выражениям Это Дело такое Не первое В жизни Потому что Главное Это их писать Вообще Регулярные выражения Язык Задания регулярных выражений Такой Right-only Язык Да То есть Даже Вот Если мы так Невооруженным глазом Просто вот так Вглядимся Вот 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 Эту Фигню Да Че это означает Мы уже не поймем Пока Не начнем разбирать То есть Пока мы его строим Это регулярное выражение Оно читается Когда оно получится Оно уже как бы Ушло Поехало И мы в следующий раз Строим новое То есть Когда вы читаете Что-то про регулярное выражение Полезно Знать теорию Полезно Знать Хитрые приемы А вот Сборник рецептов Не знаю Я в эту книжку Заглядывал Но не более того Это не означает Что ее читать Не надо Да Возможно Там где-то Я не дошел До того места Где раскрывается Мудрость Вот Поэтому Ничего не буду Ничего не буду На этот счет Говорить Значит Что у нас произошло А ну Тут надо было еще сказать Заз Вот Что у нас произошло Мы сказали следующее Дорогой Движок регулярных выражений Замач мне Любую последовательность символов После которой На расстоянии Один символ Следует Та же самая Последовательность символов Давайте тут еще Сделаем что-то типа Кве Выпросительный знак Выпросительный знак Кве О Любую последовательность символов После которой На расстоянии Один символ Следует Та же самая Последовательность символов Вот этот Бэкслэш 2 Означает Группа номер 2 Почему номер 2 Потому что Группа номер 1 Это вот это А группа номер 2 Это вот это Смотрите Что оно нашло Оно нашло Z Z Точка Z Значит Это первое регулярное выражение Это второе Это третье Оно нашло Кве Восстанавливательный знак Кве Это первое регулярное выражение Вот оно Это второе И это третье Это бэкреференс Да И еще один ЗЗЗ оно нашло А нашло ЗАЗ По той же причине Нашло ЗЗЗ Вот Просто без Без вот этих Внешних скобочек Этот файдол Выглядел довольно странненько Мы бы Ничего не поняли Потому что Он нам бы показал Только вот это А Ну можно было вот так Сделать конечно Ну-ка Нельзя Мы должны были это запомнить Ну в общем Вы меня поняли Значит Обратите внимание Что попытка Сослаться на несуществующий Кармашек Например В этом регулярном выражении Кармашков не было вовсе Мы Использовали Незапоминающую группировку А вот в этом регулярном выражении Мы пытались Изнутри Незаконченного кармашка Не в этом Вот в этом На него сослаться Мы говорим Так А вот здесь Вот повторение Вот этого всего Ну тут нам Движок сказал Идите вы в лес Такого не бывает Вот Бэк референсы Вот в случае Бэк референсов Паттерн древен Вариант не работает Работает только Вариант с бэктрекингом Который медленнее Точно так же Вариант Паттерн древен Не работает С Лука хэдами И лук бехайндами Точно так же Он не работает С нежадными повторителями Это еще одна фишка Регулярных выражений В питоне Нежадные повторители Значит Нежадный повторитель Это штука Которая абсолютно Выносит нас Из Пространства Регулярных выражений Собственно регулярных Вносит нас Куда-то далеко Видимо В какие-то контексты А самое главное Вы можете Очень легко Написать регулярные выражения С нежадными повторителями Которые матчатся Вечно Ну или так скажем Актуальны вечно Компьютеры столько Ну Короче Пока оно матчатся Они Уже на атомы Разложатся Что такое Нежадный повторитель Нежадный повторитель Это повторитель Который нарушает Принцип Самой левой Самой длины Например Мы можем написать так Так Ну Вернемся К нашему Файндолу Значит Нам пора Кстати Заканчивать С Регулярными выражениями И переходить К тому Что умеет питон Ну ладно Сейчас успеем Заканчиваем С нашими фандолами Но еще не закончили Что-нибудь такое А Какой там Нежадный повторитель Я думаю Выпросительный знак Звездочка Какая-нибудь Да точно Звездочка Выпросительный знак Плюс Выпросительный знак Ну и допустим Значит Давайте сначала Смотрим Как работает Вот такая картина Да Значит Че Что я сделал не так А ну Буква отсутствует Хе-хе-хе Вот Все хорошо Давайте попробуем Разобрать Кто из них Кто А Это Значит Вот это Ну давайте Вот так сделаем О А плюс Это вот это Принцип Самый левый Самый длинный Жадный повторитель Все как у людей Все остальные Буквы плюс Это вот это Супер Ставим Нежадный Повторить Получаем Какую-то Ересь Вот Извините Поторопился Значит Самый нежадный Повторитель Который Собственно Отличается От обычного Наличием Вопросительного Знака После плюсика Там звездочки Или вопросительного Знака Вот они И мы видим Что алгоритм Матчинга Устроен по-другому Мы берем Самый Минимальный Размер Нашего Первого Матчинга Из возможных Если мы поставим здесь звездочку Он вообще будет пустой Видите Вот При этом Понятное дело Что если Этот минимальный размер Невозможен Например мы хотим Здесь сделать Что-то типа Е То Вообразить себе Работу алгоритма С бэктрекингом Который Внезапно Приземлился Именно на этом Довольно тяжело То есть Очевидно Там какая-то Сложность Высокая Особенно Если эти штуки Вложенные Вот как работает Вот такая штука Я знаю Мы заматчили Поматчили А Вот это все А А дальше Поматчили Вот это И все сразу Работает А как вот такая штука Работает Давайте А вот как такая штука Работает Я не знаю Понимаете Нет не такая Вот такая Вот такая Вот как работает Такая штука Понятно Мы заматчили Все Потом попытались Поматчить Остаток Выяснили Что он на букву Е не начинается Уменьшили на единичку Не получилось Уменьшили вот досюда И получилось Вот у нас Матчинг первого Регулярного выражения Вот матчинг второго А вот как работает Вот такая штука Да И почему она Именно сюда Финиширует Трудно себя Вообразить То есть у нас Первый элемент Наименьший Из возможных А второй Видимо наибольший Из результирующих Возможных Вот По дату существуют Теории Разумеется Это все Можно сделать Но Такой вещью Стоит Пользоваться С большим Опасением А уж Вот такой С еще Больше Потому что Возможно Вечное Повторение Я Все Даю себе Обещание Составить На какой-нибудь Лекцию Пример О регулярном Выражении С нежадными Повторителями Который Зависает Навсегда Вот Но К сожалению У нас Сегодня Лекция Экспромтом Поэтому Разумеется Я это Обещание Не выполнил Наверное Я могу Когда буду Готовиться Готовить план А плана У нас Нет Как вы Видели Погуглить И найти Такую Штуку Просто Погуглить Не самому Придумать Погуглить У нас Осталось Что-то Типа Десяти Минут Даже Меньше Десяти Минут На то Чтобы Посмотреть А что Собственно Умеет Помимо Find All И Match Умеет Наш Модуль В Значит Ну Во-первых Есть еще Всякие Флаги Которые Модифицируют Интерпретацию Регулярных Выражений Различными Способами Например В Дебаг Информэйшн Про то Как вы Парсили Это сам Не отличают Большие Маленькие Бук Упираются В Локаль 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 Кстати Может быть Дело в этом Там Буква Й У нас Не Проходила Из-за Того Что У нас Локаль Не Была Установлена Как Интересно Давайте Посмотрим Так Только для этого Нужно Что Сделать На этом Нужно Скомпилировать Так Р Р Равняется Реточка Компайл Это Кстати То Про Что Я тоже Должен Был Рассказать Компайл Дальше Регулярное Выражение Вот Это Нужно Для Чего Это Значит Там Строится Структура Манчинга И Компилированные Регулярные Выражения Особенно Сложные Манчатся Гораздо Быстрее Чем Вот Такие Мы Можем Сказать R Точка Файн Дол И Вот То Что У нас Тут Было Давайте Попробуем Скомпилировать С Локалью Все Нет Отменяется Значит Локаль нужна Только в том Случае Если у вас Байтовый Если у вас Байты Идут на вход Это вот То самое Это про типы данных Забейте Не работает Проблема С ее Не решена Да Значит Локаль Значит Нужно Нужно До того Регулярные Выражения Могут работать Не только С юникодными Строками Но и с Байтовыми Вот там Нужно Определять В какой Локале Эти Байты Представлены Иначе Вы не поймете Что из них Буква Что не Буква Мультилайн Интересная Финча При которой Вы работаете С строками Произвольными В том числе С содержащими В себе Переводы Строки И соответственно Начало Конец Строки У вас Матчится В Начале И конце Этой строки Вот И то же самое К мультилайнам Еще отношение Имеет Dot all Dot all Означает Что у вас Значит Когда вы Матчите Вашу строчку В точку Например Может попасть Перевод строки Или что-нибудь Вот такое Иначе У вас В точку Перевод строки Не может попасть Никогда Точка Не мачит Перевод строки Даже в Мультилайн Да Сколько Получилось Вот Еще раз Это надо Отдельная тема Я не хочу Туда Вот мы сейчас Мы когда будем Говорить про Байтовые типы Данных Это ближе к концу Семестра И будем говорить Про Как раз Кодировки Вот тогда Мы может быть Посмотрим на регулярки Вот Прекрасная штука Вербоз Вы можете Вставлять комментарии В регулярные выражения Кстати сказать Разумеется Перловые регулярные выражения На 16 страниц В книжке Фридла Было с комментариями Иначе Ну Понятное дело Что Иначе Была бы смерть Вот Это что касается Опций Значит Обратите внимание На то Что я Рассказал Про Компайл Который Вы можете Скомпилировать регулярные выражения И применять Все те же методы К нему Вместо Refindol Refindol Да Какие еще бывают Методы А О Прекрасный метод Сплит Я зря про него Не рассказал Сейчас я Побыстрому Просто покажу Что он умеет Смотрите Ну допустим Что у нас Произошло Мы побили Нашу строчку На части Разделителем Является регулярное выражение Ну допустим AS Плюс Да Значит Давайте Господи Какое слово Получается Странное Ну да ладно Вот Обратите внимание Что внутри Разделителя По которому Вы хотите Разделить Можно Ставить карман И тогда у вас Сплит Собственно Попилит Вашу исходную строчку На части Которые Если поджойнить Обратно Получится то Что было Да Если вы не указываете Карманы В сплите Вам выезжают Только те группы Которые Собственно Остались После Разбиения А если вы указали Карман Да То Вам еще вылезутся Карманы Вот например Без буква Да Поэтому довольно Классический метод Это взять Респлит Завернуть Разделитель В карман И тогда у вас Просто получится Строка Попиленная На части Которую можно Обратно склеить Очень удобно Вот FindDoll Мы с вами уже Много раз видели Значит вместо FindDoll Можно использовать FindEater Который будет Генедовать Итератор Это удобно В случае Если у вас Огромедный Текст И этих групп Которые там Намачили Будет 100-500 миллионов Потому что Если у нас Нету Бэкрефов Например То будет Применен Матчинг Последовательный Который Стрингбезит И у вас Значит Он с Бэкрефом Тоже работает Короче Когда у вас Стрингбезит Матчинг У вас Не нужно Зажирать Всю сроку Целиком Можно по ней Ходить Вот И итератор Будет удобно Блин Я забыл Рассказать про Поиск замены Давайте я Прямо еще Про поиск замены Расскажу А дальше Там не так интересно Значит Поиск замены На самом деле Мы все уже знаем Что нужно Для поиска замены .sup Строчку Значит Что ищем Ну допустим А Дальше Запоминаем Точка Звездочка Б Давайте Букву Р Напишем Для того Чтобы На что Заменить На Бэкслэш 1а Тоже Букву Р В чем Ну слой Баобаб Что произошло В Субе Вы Заменили Мы Матчем Регулярное Выражение Запоминаем Кармашек А потом Когда говорим На что Заменить Мы Удаляем То регулярное Выражение Которое Было Вместо него Вернее Ту строчку Которая Матчилась Этим Регулярным Выражением И вместо него Вставляем Вот такую Строчку В которой Используется Кармашек Ну кстати Этот кармашек Можно повторить Несколько Раз Вот Если Таких Кармашков Несколько Пожалуйста Значит Вот Что здесь Произошло Б Первый Кармашек Это А Нет А Это Б Короче Запутались Вот Значит Минус Никуда не годится А Матчится Значит С этого места Матчится Наше Регулярное Выражение Что вместо него Вставляется Б Первый Кармашек А А Первый Кармашек А Дальше Б И дальше Оставшаяся Строчка Второй Кармашек Второй Кармашек То что Был С той Точкой Зодочка Перед Б То есть Оба Оба Вот такие дела Поиск Замены Суб Универсальная Таблетка Универсальная В смысле Того О котором Говорил Тут Алексей Да Про Some People Вот Но Если вы хотите Заменить что-то На что-то Ре Точка Суб Ваш Добрый Друг С учетом Еще Возможных Аккуратных Нежадных Повторителей Так просто Фонтан Он же Вот Значит У вас Есть Необязательный Параметр Количество Таких Замен Вот Значит Суб Ну Может Возвращать Еще Количество Этих Замен Отдельно Сколько Он Успел Их Сделать Escape Предназначен Для работы С Этими Самыми Со Special Characters Чтобы Значит Можно было Вот Писать Вот так А не Вот так Вот Ну и Собственно Матч И Сёрч Мы Пользовались Сёрч Сёрч Ищет В любом А Матч Ищет Регулярное Выражение В начале У вас Должна Вся Строчка Матчиться Нет Сначала Матчиться То есть Вот Смотрите Ну Как бы Ладно Босс Время Кончается А тут Так Всё Понятно Вот Фу Матч Значит От начала До конца У вас Получается В результате Матч Обжект У которого Как мы Видели Есть Групп Есть Групп Групп Возвращает Ту строчку Которая Замачилась Групп Возвращает Все кармашки Которые Мы Использовали Вот Ну и Всякие Обычные Всякие Некоторые Штуки Работа С этим Матч Обжект Если он Большой У него Есть Всякие Там Значит Индексы Есть Позиции Ну В общем Смотрите Дальше Вот Довольно Неплохие Примеры Есть У самого В самом Модуле Видите Их тут Довольно Много Ну и Читайте Все Значит Я Лишнее Время Выжил Уже 5 минут 4 Поэтому Если Есть Какие Вопросы Задавайте Вопросы План Лекции Воспоследует Но Фактически Как вы Видели План Лекции Это Просто Пересказ Вот Этого Домашние Задания Я надеюсь Я сегодня Как обычно Сделаю Формулировку Сегодня Они будут На регулярные Выражения А Мне тесты Сделаю Не сегодня Такие дела Я вижу Что вопросов Нету Значит Тогда Наверное Всем Всего доброго Вот И до новых встреч В эфире